приветствую вас не будем усложнять себе задачу с моей точки зрения не имеет значения сохранится коалиция будет сформирована нового останется ли сегодня премьером или новый премьер любом случае считаю что любому нормальному правительству украины нужна четкая понятная программа развития украины хотя бы среднесрочная по той простой причине что мы четко понимаем рекомендации мвф не подходит они все ошибочные какие-то общие планы давайте месяц поработаем там будет видно это абсурд нужна среднесрочная программа работы правительства украины который позволит вывести фонарик украины кризиса и обеспечить достойное существование украинцев возникает вопрос что включить эту программу я понимаю день может быть много я буду кратко с моей точки зрения программа включить только два пункта это наиболее оптимальный исходя из реалий первым необходимо действительно немедленно начать продажу сельхозяйственной земли причем продажу нерезидентом и обязательно крупным корпорациям и обязательно на бирже какая цель максимально продать землю нерезидентом большим корпорациям чтобы они могли себя прийти технологиями техникой валюты построить элеваторы дороги порты это реально и действительно обеспечить рост производства аграрной продукции в украине тем самым обеспечить ну я бы сказал бы развитие украины на будущее потому что аграрная продукция это не только как бы зерно это элеваторы это порты это дороги ну опять же подсолнечное масло и так дальше то есть я считаю вот что нам надо сделать в первую очередь это действительно позволит положительно повлиять на развитие экономики украины не только ну скажем за год а за годы в будущее это действительно будущее экономики украины кормить мир возникает вопрос что делать с рабочей силой которая как бы освободиться потому что понятно промышленные предприятия надо закрыть что касается машиностроительных химических однозначно закрыть смысла никакого нет тем более после того когда мы разрываем связи с Россией абсолютно их никакой необходимости вот для этого опять нужно в программе правительства прописать необходимо организовать экспорт рабочей силы но еще раз повторяю цивилизованной правительство Украины обязаны заключить соглашение с европейскими странами и в рамках соглашения о трудовой иммиграции дать возможность украинцам легально повторяю работать в Европе во-первых имеет социальный пакет защиту во-вторых работать по контракту да действительно будет платить там налоги частично здесь налоги но логика предполагает украинец поехал поработал год два три сколько работ контракт потом вернулся в Украину но самое главное часть денег он переводит в Украину то есть Украина будет иметь два четких источника дохода во-первых аграрный сектор нормальный перспективный реальный доход второе направление это деньги на старбайтер вот за счет этих ресурсов действительно Украина может выставить новую киновическую модель без России сразу здесь России нет без СНГ но это есть будущее обращаю ваше внимание практически такая же модель выстроена в Литве где-то более-менее в Польше там есть свои немножко нюансы в Румынии в Болгарии практически копия по этой причине фактически мы как бы копируем болгарский метод действительно надо так двигаться потому что все вот эти разговоры давайте поищем новые рынки сбыта для машиностроения это абсурд наши предприятия машиностроения ориентированы на Россию но тогда мы должны оставаться с Россией но если мы с ней остаемся вы сами понимаете не получится по этой причине мы отрываем связи с Россией закрываем эти предприятия что называется засеваем их пшеницей ну условно конечно и тем самым решаем проблему экономики Украины то есть она не будет больше интегрирована за Россией не будет завязана на Россию при этой причине у нее будет свой так изюминка сельское хозяйство и экспорт рабочей силы вот куда мы должны верить в платформе в в в Продолжение следует...